Пять лет назад Максим Траньков был готов ехать на Украину ради того, чтобы кататься с Таней Волосожар. А в итоге Таня приехала в Россию, они стали выступать вместе и выиграли Олимпийский Граж два раза. Да, но при этом они никогда не подтверждали слухов о взаимоотношениях друг с другом. И вот, наконец, случилось. Татьяна и Максим, Just Man, как говорится, мы их поздравляем с этим событием. Ура, совет да любовь. Дмитрий Занин побывал на этом замечательном событии, наверняка попробовал праздничный салат. Сейчас мы посмотрим, что получилось. Кадры церемонии первым делом появились в соцсетях. Благо, активных пользователей хватало. После регистрации в Тверском ЗАГСе Москвы молодожены обменялись кольцами на крыше отеля в самом центре столицы. Говорят, даже моросящий дождь прекратился, как по заказу. Впрочем, гости все равно регулярно прикладывали платочки к лицу. Реально все рыдали. Просто невозможно было не рыдать, потому что мы видим, как выходит Макс. У Макса уже реально были слезы на глазах. Мы просто стоим и думаем, господи, а это ощущение передается. Мы идем следом. Идем сначала мы, потом выходит Таня. Еще играют такая музыка. Мы стоим просто, господи. Реально я как будто родного человека отдаю. Мы сидим, 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 стоим, плачем. Сегодня ваш брат зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой. Официальную часть все более-менее по инстаграму успели отследить. А дальше что было? Дальше мы поехали в парк на фотографирование. Там такая более историческая часть произошла. Всех запечатлили. И потом уже ехали сюда, чтобы уже более расширенным составом отметить это мероприятие здесь. Снавшие все уже приехали. Обычно фотосессия отнимает много сил. Нет, у нас очень веселый состав. И поэтому нам очень весело и хорошо. И, в общем, все клево. Горько! 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 Хорошо, а что ты им подарила? Расскажи. Ну, так как они построили дом. Они построили дом. Да, я раскрою секрет. Они построили дом. И сейчас они будут все обустраивать. И вот я подарила подарок, чтобы они обустроили свое гнездышко. Вторая часть торжества должна была состояться уже ближе к вечеру на окраине столицы в одном из солидных ресторанов. К 17 часам к приезду молодоженов и гостей здесь постелили красную ковровую дорожку. Пригласили большое количество журналистов. В общем, все как у настоящих звезд. Гостей свыше 100 человек. И, разумеется, среди них очень большое количество узнаваемых лиц. Вы давая дочь замуж, как оцените супруга? Удачный ли выбор? Либо кого-то поудачнее. Я считаю, что они очень любят друг друга. И они друг друга достойны. Когда вам объявили о том, что у них будет свадьба? Для вас-то, ну, какое чувство внутри было? Для любого отца это было волнительно. Очень волнительно. Я был рад ее выбору. Почему вы решили, что Максим для Тани это хорошо? Ну, что-то по кладистой паре. Очень ответственный, между прочим. И очень дисциплинированный. А это мне очень нравится. Вы уже, наверное, говорили какие-то пожелания молодым на сегодняшнем утреннем мероприятии. Вы видели на вас на фотографиях. Нет. Сегодня было пока без выступления. Я думаю, что здесь мы скажем как раз все наши пожелания Тане и Максиму. Потому что это действительно выдающиеся спортсмены. И спортсмены, которые продолжают еще свой спортивный путь. Поэтому я думаю, что пожелаем им прежде всего здоровья. И также радовать наших болельщиков. Роскошно выглядит. Спасибо. Спасибо большое. Стараемся. Но такой у нас первый раз фигуристы. Я уже не припомню такую свадьбу. Поэтому такая самая красивая пара, моя любимая. Поэтому с удовольствием. Вот как раз для пари поразмышлять. Насколько гармонично? Гармонично что? Пара. Пара. Ну, пара, мне кажется, одна из красивейших. Они так долго к этому шли. И через такие трудности прошли. И я думаю, что они заслужили это счастье. На фотографии я видела, как Максим смотрит на Татьяну такими глазами влюбленными. Просто приятно. И я их поздравляю от души. Для вас была неожиданностью их решение, которое они объявили? Вы знали об этом сильно заранее? Вы этого ждали? Нет, я не ждала. Но как бы действительно все к этому мне, как оказалось, шло. Это не обсуждалось никогда. Но было такое, веяло такое, конечно, такое ощущение, что все-таки, наверное, кто-то уже скоро, наверное, сделает предложение. Но для меня тоже это было неожиданностью, что Макс сделал предложение Таньке именно в Новый год. И очень это было романтично. В общем, поскольку я приехала на Бали чуть-чуть попозже, но, естественно, до меня донеслась эта информация. Я была очень счастлива за них, потому что Макс молодец. Прям такое романтическое предложение сделал Танюше. Вот сейчас мы узнали, что это было на Бали в Новый год, да? Да. А как вы об этом узнали? Вам Таня смс-ку написала? Ну да. Нина Михайловна, все случилось? Да, приблизительно так. Поэтому я была счастлива и очень рада, что ребята, в общем-то, совершили этот подвиг и пошли на следующее действие. Сейчас очень интересно как-то отразиться на их тренировочном процессе. Так-то сезон скоро начинается. Ладно, один день нарушить режим, но... Ну, мы два дня только нарушаем режим. Мы тренировались вчера очень активно, две тренировки. И сегодня у нас просто праздничный день, завтра выходной, и мы опять приступаем к своим ежедневным тренировкам. А можно еще такую инсайдерскую информацию, если поделитесь? В какой момент вы поняли, что Максим с Таней перестали быть просто парой в фигурном катании и поняли, что их что-то большее связывает? Ну, давно. Планируете ли вы как-то удивить молодоженов? Может быть, что-нибудь спеть, станцевать? Я с радостью спою с ними сегодня. Мы очень много выступали вместе в разных шоу, и поэтому есть несколько песен, которые очень важны для нашей карьеры, для нашей жизни. Что-то из этого исполнили. Ну, например? Ох, не знаю. Может... Они когда-то катались под нее, и с тех пор, как только я ее слышу, не могу не думать о них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, в первую очередь поздравляем вас. Очень красивая пара. Расскажите, вот пока все складывается, устраивает вас все? Как проходит ваша свадьба? Да, все отлично. Даже распогодилось, когда как раз у нас была церемония. До этого все шел дождь, когда там ужасная погода с утра была, но как раз на самую важную часть прям распогодилось. Солнышко даже выглянуло. Вот поэтому пока что мы, конечно, счастливы. Ну, можно сказать, что у нас короткая и произвольная программа. Все было в один день. Кто был ответственным за внешний вид? Кто все решал? Мы разделились, да. В принципе, мы разделились. Максим был ответственный за костюм, я была ответственна за платье и за всю остальную организацию. Все сегодня обсуждают обувь Максима. Можете показать? Это очень интересный выбор. Во-первых, где вы их нашли? Это по заказу делалось? Да, это делалось по заказу. Ну, с чем связан вот такой выбор? Это интересный. Как минимум с первой частью, да? Наверное, с первой частью, потому что мне были нужны подсмокинг-лоферы, потому что платье, свадьба должна была быть летом, а не осенью как-то получилось. Но лето такое у нас очень переменчивое в этом году, поэтому менять уже ничего не стали. Очень патриотично получилось, что с видом на Красную площадь. Еще многим всегда интересен вопрос, в какой момент, ну, все, наверное, догадывались о том, что рано или поздно это событие произойдет, в какой момент, если вы можете об этом говорить, вот Максим Траньков и Татьяна Волосожаров перестали быть парой только на льду? Как давно это? Я думаю, что это где-то с 2012 года, но, как мы уже говорили, мы не знаем точной даты, вот этой точке отсчета, но знаем точно, что это был в 2012 году. И последнее. Вы не стали менять фамилию? Не стало. Правильно. А чья будет фамилия у детей? Ну, это... Общая, двойная. Я думаю, что да, либо им выбирать, но, скорее всего, двойная. То есть решение еще не принято или Максим уже решение принял? Нет, я уже принял решение, что в связи с рождением будет двойная фамилия наших детей, но когда они будут получать паспорт, они либо оставят двойную, либо сами выберут себе, какая им больше нравится. И самый последний вопрос. Не досадно, что вот медовый отпуск, он как-то пока переносится, и когда, на какой срок планируете его перенести, может быть? Ну, на самом деле, мы отдыхали полтора года, поэтому... Сейчас мы, наоборот, даже соскучились где-то по работе и хотим тренироваться уже завтра, можно в тренировку выйти. Спортсмены все не как у обычных людей, так и у нас. Медовый месяц до свадьбы. Да. Спасибо большое, поздравляем вас еще раз. Вечер запомнился в первую очередь весельем и танцами. Во время выступления молодожена в платье Татьяны внезапно стало значительно короче, и это был не единственный сюрприз грандиозного вечера. Но подробности этого мероприятия пусть потом поведают сами молодожены, если, конечно, захотят. Дмитрий Занин, Ольга Пателицына и Дмитрий Петухов. Москва. Москва.